Около 80% монгольских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, зарегистрированы в Национальной торгово-промышленной палате. Поэтому и бизнес-встречу предпринимателей двух стран организовали именно здесь. Основная цель – обрести контакты и познакомиться с перспективами свободной зоны Алтан-Булак. Алтан-Булак сейчас – это свыше 500 гектаров около границы с Россией. Идея создания этой зоны возникла еще в 1995 году. Спустя 7 лет ее одобрил Великий государственный Хурал. И лишь сейчас начали делаться практические шаги к ее реализации. Приехавшие россияне здесь впервые, но монголы надеются привлечь их к развитию инфраструктуры. Компания, которые сегодня из России приехали, по этим направлениям будут работать. Техника разная нам предлагают, строительная, дорожно-строительная, сельхозтехнику, которая очень сейчас у нас востребована. И здесь, конечно, из России компании приехали впервые, с первого раза, конечно, трудно добиться успеха. Но главное, чтобы приехали, посмотрели, и главное, чтобы нашли общие языки. Проблема столь долгой подготовки Алтан-Булага на виду. Нужны колоссальные средства для подведения коммуникаций и возведения инфраструктуры. Для подключения электричества, воды и тепла необходимы собственные подстанции и высоковольтные линии. Для того, чтобы привлечь к этой работе иностранные инвестиции, администрация торговой зоны объявила для своих партнеров весьма серьезные льготы. К примеру, чтобы зарегистрироваться, нужно заплатить всего лишь 1,8 млн тугриков или 45 тысяч рублей. 62,5 тысячи рублей стоит годовая аренда одного гектара земли. Плюс к этому предлагается очень гибкая система налогообложения. А если заходящая в зону компания участвует в создании ее инфраструктуры, то она вообще освобождается от налогов на срок до 5 лет. Это очень интересно. Дело в том, что мы занимаемся очень сложным технологическим оборудованием. И оно достаточно востребовано не только у нас, а, как мы поняли, на выставке и здесь тоже. А если будет такая возможность, это оборудование по таким годным условиям привозить, то мы заинтересованы, чтобы здесь было некое представительство производства или даже какая-то система, для реализации наших проектов. Какие плюсы для российского бизнеса? Сегодня свободная торговая зона убирает многие бюрократические барьеры на пути бизнеса. Во-первых, это любой малый бизнес сегодня может заходить в торговую зону. Он не платит там ни НДС, ни пошлину, не платит акциз, если есть акциз. И сегодня в совокупности, то есть он может сегодня находить контакты не только с монгольским бизнесом, а также может с другими странами, которые сотрудничают здесь вот с Монголией. Это Сингапур, Малайзия, Китай, Япония, Корея. То есть открываются очень большие просторы. Также сегодня и для малого бизнеса в Монголии это очень выгодно, потому что наши бизнесмены могут покупать качественные товары в Монголии. Это шерстные изделия, это обувь качественно кожаная и многие другие товары. То есть сегодня вот именно для малого бизнеса открываются большие просторы. Тема очень хорошая. Я думаю, что через год, через два, вот эта торговая свободная зона Алтан-Булак, она откроется полной своей, откроет все свои полные возможности. Прямо на встрече монгольская сторона проявила большой интерес к российской строительной, дорожной и агротехнике. За информацией о новосибирских модульных котельных выстроилась настоящая очередь. Такое внимание дает россиянам повод думать, что участие в проекте Алтан-Булак становится просто необходимым. Это интересно не только для нас, как для производителя, это в первую очередь интересно будет и для конечного потребителя. Что позволит минимизировать цепочку от производителя до конечного потребителя и самое главное, естественно, снизить конечную цену. Бизнес-встреча предпринимателей Монголии и России проходила одновременно с Улан-Баторской строительной выставкой. Поэтому всем интересующимся конкретной техникой россияне могли продемонстрировать ее на практике. Вообще, впервые приехавшие в Монголию бизнесмены были приятно удивлены открытостью монгольских партнеров. Нет сомнений, что в скором времени такие встречи станут регулярными. Вот эта открытость, она подкупает. Спасибо.